Пенсионерки верили в реальность происходящего. Вот сейчас в трубку рыдает внучка, которая сбила человека. А вот следователь говорит, что поможет той избежать наказания за определенную сумму. Вскоре в дверь уже звонили. Прибыл курьер, чтобы передать деньги в нужные руки. Когда вы заходили на адрес, как вы представлялись? Представлялась, мне в смс приходило то, как мне надо было представить. Но вы понимали, что это незаконно? В тот момент, когда я делала это, я поняла, что это незаконно. Но потом, в силу того, что я испугалась, я сделала это второй раз. Потому что мне сказали, что вас будут шантажировать, что вы это сделали, и теперь вы никуда не денете. В Ленинском районе доверчивая бабушка отдала курьерше 50 тысяч. А в Октябрьском районе пенсионерка лишилась полмиллиона рублей. Деньги злоумышленница перевела на чужие счета, но и про себя не забыла. За счет обманутых пенсионеров она обогатилась на 40 тысяч. Отработав два адреса, курьер мошенников была задержана оперативниками. Ей оказалась сиротовчанка без криминального прошлого. Женщина призналась, что выбрала скользкую дорожку, потому что не могла честным путем заработать в той мере, в какой нуждалась. Возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В ближайшем будущем у нее будет много времени поразмышлять о том, какой путь стоит выбирать и как тяжело расплачиваться за легкие деньги. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть Саратов.